мы сейчас приехали вот на им здесь велич у даты дам у даты бутате дам бутате дам километров 150 по-моему от пушкара вот есть вот это вот даже 100 километров от пушкара вот такая вот деревня называется бутате дам здесь есть очень интересный храм и это деревня не на главной дороге она немного отходит и она вот именно такая аутентичная она настоящая раджастанская индийская деревня посмотрите как здесь не туристический путь среди индийцев это достаточно известное место но я не встречала среди русских знакомых чтобы кто-то мне говорил про этот храм сейчас мы в него зайдем саши купит просад ой воробушка спрятала своих малышей кормит их там 100 рупий ну а саши говорит я же индийц пошли в другое место 100 рупий я говорит знаю сколько стоят такие просады прекрасный платочек 120 отлично найс-найс авто авто бай фу ми потом для меня купи кругом много просада девчонки сидят прямо на столе ну вот это уже похоже на хлопковые и они такие вот раджастанского стиля привет ой какая красивая бьютифл я саши там жду а он уже сюда пошел какие они прекрасные я любуюсь раджастанскими женщинами я вообще любуюсь индийскими женщинами но раджастанскими особенно вот нам чатардас чатардас вот этот храм называется чатардас он очень известный среди индийцев сама я не видела не читала про него нам про него сказал водитель он в километре от главной дороги от дороги на пушкар и чем этот храм известен если ты сюда привезешь парализованного человека и оставишь на неделю там есть жилье они делают специальное масло свепхути через неделю у него проходит все проходит это уникальный какой-то храм и и поэтому сюда стекаются толпы паломников индийских не знаю встречу ли я иностранцев мне даже сейчас интересно вот везде почитание матери коровы как пристанище всех богов вот это вот люди это как раз пациенты парализовано парализованные их родственники которые ждут своей очереди это вот все пациенты можно сказать этого храма тапочки надо оставлять горячего где горячего то вот они видите вот там комнаты они там живут лежат ходить не могут ждут своей очереди даже стирают вешают одежду ну неделю то им где-то надо ждать вот это те кто уже получил жилье а там приходит те кто ждет кстати сказать я в их ограничители еле вмещаюсь и все уже и уже становится вот что странно со всей силы они почему-то делают это как смог так и сделал а пахнет ладаном пахнет нашим ладаном они мне по голове вот этой палочкой постучали и наш просад разбили вот так колотушкой и дали нам кусочки нашего кокоса еще немножко насыпали сахарных шариков таких просад теперь освещенный пища освещенная как красивая птичка с красной попкой а вот там как крематоре где жгут мертвые тела парализованных и парализованные выздоравливают все хотят хоть чуть-чуть набрать потому что это вот ее принесли она лежит у нее проблемы шевелиться она не может а может уже и умерла может ее мертвые принесли не знаю но приносят как как думают неизлечимых и многие излечиваются вот это все пациенты этого храма у этого храма есть особенная особенная сила вы знаете я даже я вот чувствую такие вибрации у меня такие мурашки вот от самой макушки до самых пяток через семь дней все выздоравливают дали макси шишу милайк диски на и кантухер а и вон тонли мэк видео намастэ намастэ you live here how many days how many days seven days all family outside not inside вот так вот вот так вот дханьяват 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 спасибо большое они всех их кормят за бесплатно мы сейчас пойдем заплатим донэшн мне пришли еще два перевода я сейчас прочитаю фамилия я не смотрела долго ну как долго со вчерашнего дня не смотрела свой телефон а сегодня в машине посмотрела и вижу что мне пришли сегодня или вчера вечером два перевода сейчас мы их оставим здесь добавим свои деньги я прочитаю имена кто прислал я я не знаю может быть в контакте они написали свои фамилии но я сейчас прочитаю то что мне прислала смс мой банк я спрашиваю только для индейцев или иностранцы могут привезти своих родственников ну как саши сказал что кто угодно не могу успокоиться хочется этот вопрос прояснить есть люди да все они сказали что иностранцы могут потому что есть люди которым это интересно не пишут некоторые люди интересуются этим которые потеряли какую-то надежду вот прислали Светлана Айратовна Г благотворительность написано спасибо вам пишет и вам спасибо дорогая Светлана Айратовна или кто передавал через нее также Лилия Расуловна А и от Ларисы Вячеславовны Б вот дорогие друзья мы ваши деньги сейчас мы пожертвуем в этот храм и мы вам желаем чтобы никогда не коснулась какая-то беда вашей семьи и этому храму пятьсот пятьдесят лет люди люди иногда приезжают с других стран потому что все кто сюда приходил все получали помощи выздоравливали парализованные и весть о них разнеслась сначала по Индии а потом и вот уже в других странах о них знают вон видите вон везут пациента вон видите вон везут пациента вот хитл он говорит все выздоравливают он говорит да все выздоравливают только только здесь не пить алкоголь не есть мясо и выздоровеешь не есть мясо можно потом и дома это небеса это небеса это небеса здесь рай говорит все люди которые не счастливы приезжайте сюда и вы получите счастье здесь он говорит это и по имя и все и 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 им дают посуду, им дают муку, овощи. Они могут готовить сами себе, если хотят. Ну и едят здесь аж рамную пищу, храмовую. Сколько людей в ожидании. И еще, как вот прям вот как бы, ну Бог знает все и всегда все делается в нужное время, в нужном месте. Сейчас еще пришел перевод от Инны Николаевны П. И написано на ваше усмотрение. Спасибо большое, Инна Николаевна. И вот, ну вот, мы распорядились этими деньгами так. Мы сейчас все деньги, что получили, эти четыре перевода, мы оставляем здесь. И Лиля Расуловна написала благотворительный взнос. Светлана Айратовна, благотворительно, спасибо вам. Лариса Вячеславовна ничего не написала, но я думаю, что она сейчас напишет мне в контакте или в мейле. Ну здесь Инди, I don't understand. I understand English. Я спрашиваю название этого храма. Он говорит, вот, или вот, если кому-то будет интересно, смотрите. И там есть, наверное, все какие-то контактные данные. Нас угощают спрайтом. А это манго. Я под впечатлением от этого храма и от их работы. Вот это уже пациенты. Я вижу, что у них немножечко есть проблемы. Да, 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 мы идем. Спасибо большое. Я смотрю, у них очень много помещений. Смотрите, вот там вот такие вот площадки, где люди ждут. Лежат. Комнат много. Кормят их. Но могут и сами готовить. Здесь много вот этих колясок. Смотрю, даже детей привозят. Человек на тележке лежит. Родственники заботятся. Приехали в надежде. У них, видите, есть горелка. Могут готовить сами. Вот здесь они уже и живут, получается. Матрасики, шеды. Питьевая вода чистая. Вот такой вот чистый туалет платный. Туалет для женщин оказался бесплатным. Вот этот может быть очень красивый для мужчин платный. С меня ничего не взяли. Никого не было, кто бы брал. Коли, они живут. Все хорошо. В общем, они Zapine. А я! Рады, вот здесь. Рады. Рады, вот здесь. Ох, а вот здесь. Рады, вот здесь. Рады, вот здесь. Рады, вот здесь. На улице. Рады, вот здесь. если кому-то нужны какие-то приспособления тут все есть деньги сразу за воротами ажрама продают просад и можно вот лепешечки поесть купить сладости поесть купить и вот жители пациенты их сопровождающие вернее скорее всего их сопровождающие выходят здесь за какими-то покупками саши кинула туда денежку это сева для коров я хочу какой-то но это синтетика а пахнет такой химией пахнет не сок не хочу спасибо привет здрасте я потеряюсь от своих мужчин зовет меня зовет мне ж надо не потерять то саши он там шарфик ладно сначала надо купить наряд которому буду покупать шарфики я теперь таком действую порядке раньше я действовала наоборот начали шарфик а потом любой наряд раскаленный песок пустыни тар thank you very much for showing thank you thank you very important very interesting и счастливы были оставить здесь donation давайте закроемся и включим уже condition спасибо вам дорогие друзья кто прислал деньги вы если вы хотите чтобы они были потрачены на благотворительность вы так и пишите можете даже написать от кого потому что иногда у человеку самого нет карты отправляют с карты сына или подруги чтобы я прочитала имя того кто отсылал эти деньги и на что потому что мы эту карту используем и для своей работы когда продаем украшения чтобы я не перепутала если вы платите за украшения чтобы я нечаянно их не посчитала что они на благотворительность ну кто за украшением и заранее списываемся конечно и когда я уже говорю что да это есть наличие можете оплачивать тогда они оплачивают но все равно чтобы не было путаницы вы пишите маленькое сообщение такая интересная своеобразная деревенька вот очень хорошо у меня немножечко интернет дороге чуточку появился как раз открыла одно из сообщений и тут лариса вайсеркеева пишет ирочка привет моя дорогая сейчас перечислю денежку на пожертвование у меня в ночь на маха шевараторе родилась внучка очень хочу поблагодарить шивы и парвать и пожалуйста еще обязательно для сати сай бабы пополам эту сумму или как ты сможешь и душа попросит сижу пишу тебе письмо и смотрю видео где ты хочешь покусать водителя по дороге вода и пор сайрам ум на махшивая хари пол проверь пожалуйста поступили ли денежки вот и я ларисе написала что денежки поступили поздравляю от всей души ларисочка я поздравляю тебя с рождением внучки я эти деньги часть оставила вот в этом сейчас в этом уникальном храме где излечиваются больные и потом мы еще поедем в гималайи в очень по святым местам это будет паломническая поездка и за твою внучку и за тебя моя дорогая мы твои пожертвования и подношения шиви деви сайте сай бабе мы всем оставим вот пусть пусть девочка будет здоровая а тебе тоже счастье здоровья обнимаю и всем спасибо кто перевели свои пожертвования вот спасибо всем большое